Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у меня прям с утра такое настроение, прям вдохновение. Хочется рисовать, оформлять скетчбук, тем более давно таких видео не было. Я решила, что пора, так скажем. Иногда вот бывает, я просто, например, даже убираюсь в квартире, думаю о чем-то и думаю, блин, можно там кое-что вот такое нарисовать, можно вот так вот оформить. И в эти моменты я понимаю, что этот скетчбук помогает мне творчески выражаться. А еще, первая страница моего скетчбука, там были желания, которые я загадала, так скажем, на ближайший год. Я уже смотрю, прохожу так, мельком, и вижу, что многие желания уже исполнились. Но об этом я расскажу, конечно же, в конце 2021 года, не сейчас, понятное дело. Ну а сегодня мы будем оформлять очередной разворот в моем скетчбуке. Кто еще не видел, давайте покажу. Вот такой вот у меня нежный скетчбук, который я покупала, наверное, весной где-то, но уже успела разрисовать его. Это у меня самые обычные карандаши, фломастеры, в общем, огромного ассортимента у меня всего нет. И, кстати, я еще на телефон скачала Пинтерест, и там очень много всяких интересных картинок, которые можно не то что срисовать, а просто идею подать. Это планы на 2021 год. Дальше у меня здесь пару разворотов, которые нужно оформить, кстати. Здесь разворот касательно моих отношений. А здесь я вообще умиляюсь просто этому развороту. Тогда у меня было 197 тысяч подписчиков, прикиньте. Дальше дни рождения близких людей, родина, как мне нравится это дерево. Это безумно красиво и эстетично смотрится. Но я думаю, хорошо, что я начала оформлять только одну страницу. То есть, если бы я рисовала и здесь, и здесь, это все дело просвечивалось бы, и, наверное, пришлось бы пропускать два листа между разворотами. Поэтому это самый оптимальный способ оформления. И последнее, это касательно твиксика моего. А, нет, еще любимое блюдо я совсем забыла. Здесь арбузик получился нереально крутой. Рисовать будем здесь. А так, листочков у нас еще дофига. Кстати, в Пинтересте огромный выбор всяких этих картинок с мультяшками. И даже можно как бы взять за основу, например, вот этот рисунок и просто видоизменить эту девочку в себе. Не обязательно прям точь-в-точь срисовывать, но просто как идея, по мне, неплохо. Как вы уже понимаете, я человек, который очень быстро меняет свое мнение, свои пожелания, поэтому я решила рисовать кое-что другое. Нашла на Пинтересте вот такую картинку необычную. Здесь очень много напиток разных. В основном это кофе и всякие сладкие вкусняшки. Решила рисовать именно это. Изначально, конечно же, всегда делаю наброски карандашом. Даже здесь вот видно, что сначала я нарисовала все это дело карандашом, потом аккуратненько этот карандаш стираю и начинаю обводить жирные гелевые ручки. Ни в коем случае сразу ручкой рисовать не стоит. Я вам не советую, по крайней мере, если вы не супер профессионал, а я не являюсь такой. Я сначала рисую, потом немного стираю, немножко делаю подкорректировки. И даже в конце, когда обвожу гелевой ручкой, я обвожу не прям сразу. То есть я сначала думаю, как обвести, нравится ли мне то, что получилось. Возможно, чуть-чуть где-то добавить, чуть-чуть где-то уменьшить. Мне кажется, очень мимимишно получилось. Мне кажется, так как у меня есть канал мукбанков, можно развороты оформлять в виде каких-то, не знаю, тортиков, роллы. Каждый разворот будет посвящен какой-либо такой, да, еде, так скажем. Этот разворот можно посвятить кофе, мороженому, сладким каким-то штучкам. Здесь даже вот кофе рисую. И наверху опять эти пончики. По мне, очень мило получилось. Когда мама увидела, мама сразу мне сказала такое ощущение, что ты просто через переводные наклейки перевела всю эту красоту на лист бумаги. Обожаю рисовать. Вот я морально отдыхаю именно во время этого процесса. Это просто кайф. Просто вау! Мне очень понравилось, как получилось. Это безумно мило. И учитывая, что я очень люблю поесть, попить. А здесь все связанное со сладкими штучками. Кофе. В общем, пока я рисовала это, мне захотелось что-то попить. Дома, к сожалению, кофе нет. Хотя бы организую для себя чаек. Мне тоже стаканчик принеси. Мне тоже бокальчик принесите. Моя радость, мамина. Пушистый меховой мальчик. Открываем. Выбираем стаканчик. YouTube. Кстати, у этого стаканчика есть вот такая вот милая крышечка. И еще была ложка, которую я удачно посеяла. Причем дома. И не могу найти. Дома вкусных конфеток не нашлось. Поэтому решила взять вот эти. Все, что было. Радуемся тому, что есть. И погнали. Под чутким руководством Твикса. Погнали рисовать дальше. Теперь надо ластиком стереть все изгибы карандаша. Потому что сначала я делаю наброски карандашом именно. А потом уже обвожу гелевой ручкой. Но не всегда обвожу так, как нарисовала карандашом. Например, здесь видите. Ручка была карандашом больше. А я сделала поменьше. Ну, в общем, делаю некие корректировки. Сейчас я все это стараюсь аккуратненько стереть. Как раз таки карандаш я стираю после того, как гелевая ручка хорошенько уже впиталась в бумагу. Если вы сделаете это сразу, то у вас все растечется и превратится в какую-то кашу. Сейчас я начинаю разукрашивать. Немножко сложно, кстати, разукрашивать именно фломастерами. Потому что когда ты проходишься именно по местам, где рисовал гелевой ручкой, получаются такие небольшие разводы. Поэтому я делаю все это дело аккуратно, по частям, потихонечку. В процессе этого я еще и смотрю мукбанг, свой любимый. Проголодалась, конечно, изрядно. Попиваю чаек и все это дело оформляю. Что касается вообще разукрашек всех этих, в детстве я их просто обожала на самом деле. Но мне особо сильно их не покупали. Сейчас я замечаю, что все намного проще. То есть, например, двоюродный брат спокойно может взять картинку, которая ему нравится, в неразукрашенном виде из интернета, и просто на своем принтере распечатать, дать своему ребенку, что, пожалуйста, разукрашивай. В нашем случае это надо было обязательно покупать. Вот просто когда оборачиваюсь назад, я постоянно об этом говорю, но скажу еще раз. Человек думает, насколько улучшилась наша жизнь, все упростилось. Просто взял любой рисунок из Пинтереста, сохранил на телефон, взял, распечатал. И, пожалуйста, вот тебе разукрашка. Без особых загонов, так скажем. Я помню, однажды я сидела и рисовала, и к нам приехала моя тетя, и она посмотрела то, что я делаю, что я рисую. И в тот год я, кстати, поступала в универ, и она так повернулась ко мне и говорит, вместо того, чтобы заниматься, ты просто сидишь и рисуешь. Я немного ее не поняла, и мне стало искренне немножко обидно на самом деле, что она не оценила то, что я делаю. Я считаю, что всему свое время. То есть, если я готовлюсь к универу, это не значит, что я не могу уделить 15 минут или час времени своего и просто посидеть, порисовать. Кто-то ходит в кино, домино, не знаю, гуляет во дворе. А почему именно нужно придираться к тому, что я просто сижу и рисую? Я так сбрасываю свой стресс, и так было всегда. Я вам показывала мой скетчбук, который я оформляла как раз-таки в годы, когда поступала в универ. Я не могу сказать, что это плохо. Если мой ребенок там захочет рисовать, я буду только обеими руками за. Я не вижу здесь ничего абсолютно плохого и не считаю, что ребенок постоянно должен учиться. Вот постоянно. Чуть ты там, не знаю, прилег, посмотрел телевизор, ну, к примеру, да, все, почему ты не занимаешься, занимайся и так далее. Это как-то тупо по мне. Ну, как вам, мои хорошие? По мне очень даже круто получилось. Посмотрите, как интересно, мимимишно. Признаюсь честно, я не сама придумала. То есть я увидела в Пинтерест, и я поняла, что я хочу это нарисовать, так как здесь много вкусняшек, кофе, который я люблю, такие напитки и все дела. Здесь у меня был лист А4, потому что некоторые фломастеры очень сильно просвечивают. Поэтому обычно сюда я кладу даже иногда несколько листов А4. В этот раз только один. Получилось очень круто. Правда, здесь фломастер еще должен высохнуть, но в любом случае я в восторге. Если хотите больше таких видео, то обязательно пишите в комментариях. С удовольствием буду снимать следующий разворот, потому что по-любому рисовать я его точно буду. Обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что листочков здесь еще дофига. Будем с вами рисовать. Всех люблю, целую. Всем пока!